Рекламно-информационная программа. Поддержка проекта. Компания «Ключ здоровья». Слушайте доктора. Добрый день. В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А в качестве гостя в нашей программе Гульнара Касимова, главный врач клиники Возрождения. Гульнар, добрый день. Добрый день. Первое сентября на носу, что называется. Мы вообще записываем программу первого сентября. Выйдет она в пятницу, выходит в пятницу, записываем и первое сентября. И мы решили, что необходимо в этой программе поговорить о всё-таки половом воспитании наших подростков. Потому что, несмотря на то, что есть разные по этому поводу мнения, споры, традиции, наследие Советского Союза, противостояние западному тлетворному влиянию, чему угодно, люди – это люди, половое созревание, хочешь, не хочешь, наступает, и интерес у девочек, мальчиков к своему телу и друг другу никуда не девается. И здесь очень важно, конечно, самим родителям, поскольку в школе пока всё непонятно, что там с этими уроками полового созревания и так далее, самим родителям понимать, с какого конца подходить к этому вопросу, а самим осознавать, а что происходит с их детьми, если они подзабыли, что было с ними в этом возрасте, и как грамотно пройти этот период, когда мы, родители, несем ответственность за наших детей вплоть до 18 лет, вплоть до их 18-летнего возраста. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Всё, начнём. Ну, вот я бы начала просто с примеров и, наверное, своего личного практического опыта акушерогинеколога. Вот беда в том, что мы можем принимать девочек только с 18 лет без родителей. То есть мы... На приём прийти может девочка только с 18 лет. Просто у нас нужно составлять договора, да, то есть там платёжные документы, и они, как бы, родители являются опекунами, да, получается, или как это называется по юридическому плане, то есть не имеют права подросток идти просто так в 16 лет без мамы. В платную, например, клинику. А бесплатную? Бесплатную, насколько я понимаю, что ты тоже в присутствии родителей, но тем более такие вещи, как гинекология. Меня это печалит, потому что вот как раз, если вспоминаем мы себя, да, какие мы были в том возрасте, мы же все пытаемся решать свои проблемы без родителей. Мы можем с подружками решать. Вот сейчас подросткам помогает интернет, у нас не было интернета, у нас подружки были и более, и не более, даже книг не было тогда, да. А беда-то начинается в 14-15 лет, и в 18 лет бывает уже поздно. Долгие проблемы. И вот это меня очень сильно печалит, но ведь вот опять же это здесь вопрос, даже и, наверное, не юридический, а вопрос того, что эта девочка никогда маме в большей части случаев не скажет, что она уже начала встречаться. Очень редко кто так делает, и я всегда очень радуюсь, когда все-таки девочка приходит с мамой на прием. Ну и то чаще всего это бывает из-за того, что нарушение менструального цикла. То есть мама понимает, что что-то не так, и они приходят, но вряд ли она придет, потому что они просто хотят профилактически посмотреть, а все ли хорошо у ребенка. Вот это, я могу вам сказать, это, наверное, даже не 1% из 100%. Представляете, как чудовищно это все. То есть вообще не приходят мамы с точками на прием к гинекологу? Профилактически нет. Профилактически нет. И я считаю, что, наверное, здесь вопросы, вот если мы передачу эту делаем, не только для подростков, потому что, ну, я тоже слабо верю, что подросток Эхо Москвы будет слушать, хотя... Слушают, слушают. Слушают. Конечно. Еще как, они вот тут программы ведут подростки, так что... Да, в родителям, в основном, конечно, вот вопрос к родителям, но не к папам, да, к мамам, в основном это и девочек касается, что все-таки надо маме приходить, да, и маме говорить, давай мы сходим с тобой к доктору. Мама должна вот эту культуру, давай девочке рассказывать, что раз в год она должна посещать гинеколога, какая-то, говорить о гигиене какой-то, да. И вообще, кстати, раньше, где-то в начале 2000-х, вот насчет школы, меня приглашали в школы, и я рассказывала в 9-10 классе подросткам, но там были отдельно девочки. Отдельно девочкам рассказывала об интимной гигиене, о контрацепции. В 9-10 классе. Ну, это было сколько, значит, у мамы? А половое созревание начинается немножечко раньше все-таки. Ну, это было начало 2000-х. Сейчас у нас, конечно, с ускорением идет, и сейчас в 14 лет подростки тяготятся девственностью, и это тоже очень печалит, конечно, и оказывается, сейчас быть девственницей, это вообще, ну, быть белой вороной, и это ужасно. И я прекрасно понимаю, что это все-таки интернет, это молодежная среда, где это все практически вот низвергается, да, это ужасно, конечно, это ужасно, потому что за собой это влечет такие ужасающие последствия, ну, и самое главное, это бесплодие. Это ведь бесплодие. То есть что мы можем отметить? Все-таки крайне позднее начало консультации со специалистами, чтобы понимать, что с твоим телом происходит, и как на это реагировать. Дальше это, что называется, самолечение. Полезла в интернет, посмотрела, а интернет тебе вдобавку дает столько интересного и важного, и советов еще всяких разных дает, что здесь очень часто как раз барьерные функции снимаются, которые устанавливают правильные грамотные консультации врача. Мы видим, и уже вы не в первый раз об этом говорили, что сейчас наблюдается раннее созревание детей. Ранний повертат, раннее созревание. Интерес, я бы сказала. Есть, и интерес к тому же. Как-то разблокировано это все. Это очень легко сейчас. Вообще легко. И ранние половые связи. Да. Ранние половые связи. Теперь давайте... Обесцененность, так скажем, да? Обесцененность. Теперь, ну, это что касается моральных каких-то вещей, это отдельная все-таки статья. Давайте мы поговорим в другой программе, давайте поговорим с точки зрения медицины все-таки. Какие последствия влечет за собой вот такое изменение мира? Потому что это глобальная история, она касается не только России, надо сказать. Ну, вот я и говорю, что самое страшное последствие – это бесплодие. Каким образом это бесплодие проявляется? Ну, во-первых, существует такой миф, и этот миф поддерживают и взрослые женщины, просто они этого не знают тоже. И вот я хочу сейчас тоже это сказать, что если даже пользоваться презервативом, это не предохраняет вас от заражения, например, вирусом попилому человеку. Так, мы сейчас говорим о половых связях все-таки и о болезнях, которые могут возникать в процессе. Да, ну, просто к тому, что очень многие считают, что если они предохраняются презервативом, и, слава богу, это в большей части сейчас делается, потому что, ну, все-таки мы в цивилизованном обществе сейчас живем, да, а не сколько таблетки в начале, да, подростки, сколько презерватива. Но ВИЧ-инфекция не предохраняет, гепатиты не предохраняют, вирус попилому человека не предохраняет, и генитальный герпес не предохраняет, цитомигаловирус и хламидий не предохраняют, потому что все-таки эти микрочастички намного меньше, чем те поры, которые находятся вот в этом материале латекс, там еще и делают презервативы. Это, я считаю, просто чудовищные вещи, разрекламированный фармацевтический аборт, медикаментозный фармацевтический аборт. Таблетки. Таблетки, да, таблетками. И я вот уверяю вас, что люди моего поколения старше, они все равно к этому относятся очень плохо. Почему? Потому что это чудовищные мегадозы гормонов, которые ударяют по гипотелямо-гипофизарной системе в головном мозге. А это основа-основ регуляции всего вообще в организме человека. То есть я всегда привожу пример, чтобы подросток понял, вот у нас старые телевизоры были, да, и нам нужно было, чтобы он хорошо показывал. Мы вот-вах, ударяем, и чтобы что-то там появлялось. Ну, это, наверное, совсем... Ну, раньше было. Раньше так мы делали. Но вот смысл в том, что это ударить обухом по голове, и вот что с этой... Кому-то везет, и он вырулит, потому что сильная система. Кому-то не повезет, и он останется бесплатным после вот этого фармацевтического аборта. И здесь нельзя гнаться за деньгами, да, и как бы зарабатывать на этих фармацевтических абортах. Почему? Потому что мы привили, ну, не я лично, потому что я всегда категорично против этого, что, ой, мы выпьем таблеточку фармацевтическую, и всё будет хорошо. Лёгкий аборт. Так вот этот лёгкий аборт девочки умудряются сделать три раза в год. Вот тут у меня вот просто полосы дыбом стоят. Я говорю, ты что делаешь? Ты понимаешь, к чему это приведёт? Вот эти три фармацевтических аборта в год. Ты собираешься мамой быть вообще в этой жизни? И с этим не говорят. Ты до сих пор в свободном доступе в аптеках? Нет, нет, нет. Было время, когда они свободно продавались? Я, к счастью, к великому, не занимаюсь этими вещами, но я знаю, что это строгое лицензирование идёт. Наши клиники не лицензированы, мы категорически против лицензирования на фармаборты. То есть у нас этого нет, это территория без абортов в клинике. И это строгое лицензирование, я так понимаю, что только в этих клиниках или там, например, в государственных, в перинатальном центре врач выписывает определённые рецепты. То есть я надеюсь, что нет, потому что это очень страшные таблетки просто так взять и в свободную продажу. Ну, видите, вы говорите, были, но я не сталкивалась с этим. Но мне тоже хочется вот этот миф разрушить, давайте, девочки, не будем думать, что вот вы выпили таблеточку и всё хорошо. Нет, бесплодие, статистика по бесплодию и по фармабортам есть. И тут ещё очень даже тут надо подумать или, например, вакуум-аспирации делать мини-аборты или фармацевтическими. И рано или поздно будет эта статистика не в угоду фармацевтического бизнеса, а всё-таки настоящие научные статьи, которые сложно очень сейчас пробивать из-за этого фармбизнеса, где будут говорить правду о фармацевтических абортах. И вот это ещё одна большая беда вот этой лёгкости, да, то есть вот и вот и всё. И вот такие вот, я девчонок таких безбашенными называю, они даже не считают, что надо хотя бы презерватив. Презерватив хотя бы предохраняет от нежелательной беременности. А вот исходя из вашей практики, Гульнарова, всё-таки, что касается ранней половой жизни, это признак какого-то определённого, например, слоя страты общества? Или это касается абсолютно разных детей из разных семей, из разных слоёв общества? Ну, я думаю, что, да, если вот так вот подумать, можно быть и из очень бедной семьи, но стремиться выйти в жизнь, да, и эта девочка, допустим, будет спортом заниматься, или она будет очень много брать каких-то дополнительных уроков, она будет куда-то ходить и обучаться языку, то есть ей будет не до этого, и она хочет как бы добиться чего-то в жизни, да. Можно быть и очень состоятельными, быть родителями, где всё доступно ребёнку, и пресыщение идёт. Вот это, знаете, наиболее страшно. Лучше, мне кажется, быть бедным, чем богатым, если честно. Потому что вот это вот деньги наши, они могут испортить наших детей. Это очень страшно. И вот и там то же самое, там может быть и так, и они будут, и там чаще всего даже наркотики, да, ещё страшнее, да. И наоборот, они будут задавать детям такой тон, что надо поступать. И я вижу опять же этих девочек. У нас вообще, кстати, ну и не знаю, может, мне так везёт с такими подростками, с девчонками, но вот так вот кто-то там в Плехановку поступил, кто-то там в высшую школу экономики. Такой народ весь умный и хороший. И такие девочки славные, такие красивые. Ну вот всё хорошо. А здоровья-то уже женского нет. Они уже заражены все вирусами. Вирусами вот этого же папиллома человека. И девчонки-то грамотно. Представьте, в высшую школу экономики поступить бесплатно, например, да, там 280. Ну, видимо, всё-таки юная любовь и интеллект. Да, это разные вещи. И тут нельзя вот как раз это сравнивать. Уберечься, совершенно верно. Но вот почему до сих пор не действительно для девчонок, да и для мальчишек в раннем возрасте, и в шестом, и в седьмом, и восьмом классе не говорят активно о том, какие заболевания могут возникать в случае интереса. Я не говорю про нездоровый интерес там, да, случай любого интереса. Для меня до сих пор удивительно, почему таких программ в школе нет. Но раз их нет, и их нет, то сообщать всё равно об этом нужно. Но ведь надо говорить, что не только у девочек в результате ранних половых связей, там, и безграмотного, там, да, неграмотного отношения к ним. Но и у мальчиков тоже возникают проблемы. Да, но у нас, как правило, всё-таки мужчины-носители. И чаще всего как раз у малых... Смотрите, в нашем возрасте, вот в моём уже поколении, поколении моих мам, что было тогда? Две инфекции. Трихомонады и гонорея. Сифилис. Но вот сейчас... И они очень ярко проявлялись клинически, очень ярко проявлялись. Сейчас я, чтобы гонорею увидеть, ой, да... Я не знаю, я могу по пальчикам пересчитать, и это будет не у молодёжи гонорея. Это будет, к сожалению, вот таких лиц очень много пьющих, бомжеватых женщин. Но это ещё когда в больнице Волнка работала, там, кроме рака, мы ещё и гонорею, трихомонады всего видели. У таких женщин... Этого ведь сейчас нет, этих инфекций, ярких проявлений нет. Они все идут бессимптомно. Всё. Никто ничего не видит. То есть они есть? Они есть? Ну, организм? Но никак. А почему? Ну, связано это, во-первых, с тем, что те всё-таки были простейшие бактерии, а это больше относится к вирусным инфекциям. И, как правило, ещё тут и иммунитет, да. То есть со временем мы столько нахватали, вот с этой экологией, с этим питанием неправильным, да, что мы практически... Вот странно слышать, что мы хорошее, качественное питание. На самом деле мы питаемся, мне кажется, синтетикой, синтетикой, и ГМО, и всё остальное, это всё есть. И очень сложно сказать, что мы молоко хорошее, качественное пьём там, и что мы хлеб едим качественное, и что там в зёрнах ничего нет. Ну, то есть смысл в том, что мы накапливаем вот это как бы в целом, ведь это потом накапление даже в генетике идёт, и генетически очень сложно, и мы последующие поколения передаём, передаём. Посмотрите, сколько аллергии много, да. То есть у меня складывается впечатление, что иммунная система наша занята не тем. То есть ей приходится вот отбиваться от всего того, что мы здесь видим. Но и не забывайте стрессы, да. То есть уровень стресса, уровень информации, а большое количество информации – это ведь стресс для наших детей. Представьте, сколько… Вот я слушаю радио, слушаю ребёнка, который говорит, там, не помню, тоже поэх, или по какому-то… Я даже не помню, по какому радио тут слушала. Пять часов она проводит ВКонтакте. Пять часов день ВКонтакте. То есть она переписывается, она читает информацию, там ещё что-то. Это уровень зашкаливающий по информации. Мы же с вами так не жили, у нас же как-то ещё поспокойнее было в своё время. А это уровень стресса. И поэтому организм практически не реагирует на эти все инфекции. И вот это в хронику превращается. В хронику, кстати, всегда превращаются инфекции, когда иммунитет разом не может ответить, и с хорошей температурой, и выдать антитела. Нет этого. Нет. Всё. Это ещё и плохой иммунитет. Низкий иммунитет. Гульнара Касимова, главный врач клиники Возрождения у нас в студии. Мы разговариваем о ранних половых связях и даже больше просветительская у нас сегодня такая программа. Потому что мы приурочили это к первому сентябрю. В сентября мы говорим о том, что наши дети сейчас и взрослеют, и зреют раньше. И несмотря на всё это, знаний о собственном организме, о половой жизни, у них мало со стороны школы и родителей, и даже, как выясняется, медиков. Зато огромное количество информации в свободном доступе любой в интернете. К чему это приводит в современном мире, и как всё-таки постараться, и как всё-таки сделать так, чтобы наши дети осознавали и своё тело, и своё будущее лучшее, вот об этом мы говорим в сегодняшней программе. Вот так вот посвящаем её первому сентября, начало всего. И так всё-таки те редкие люди, которые к вам приходят, подростки со своими мамами, с чего вы им рекомендуете начинать? В любом случае, если девочка начала жить половой жизнью, то я в голове всегда держу момент, что там может быть с вероятностью с очень высокой вирус папилломы человек. Поэтому я всегда на приёме беру мазочек на онкоцитологию, на рак. Расскажу историю из нашей, вот из моей практики, почему я это делаю, при том, что я 10 лет проработала в онкодиспансерии, в отделении внутриполосной радиологии, где мы как раз занимались лечением рака шейки матки. И то, что меня раньше учили, и что я сейчас вижу, это с ног на голову всё поставлено, потому что, чтобы у нас была молодая девушка с раком шейки матки, это нонсенс. Я эту девочку, например, в те времена помню, она умерла у нас. Я помню её имя, я помню, из какого города она. Я всё помню, потому что это был единственный случай, когда это было. А сейчас, на моём опыте, правда, это ребёнок был из другого города, это был на самом деле ребёнок, ей было 15 лет. Рядом сидела мама, которой 35 лет, на пятом месяце беременности. И мне пришлось говорить маме, что у её ребёнка рак шейки матки, 15 лет. Там была, потому что кандилома. И пришли-то, в общем-то, да, по этому поводу. И вот как-то вот так интуитивно, очень так вот, я до сих пор думаю, что это как-то вот Бог вёл тогда в своё время. Потому что взять вот так при кандиломе биопсию, это, ну, все основные... Ну, 99,9 десятых, это никакого рака там не будет. А сейчас? И тут вот у неё пришёл рак. То есть в 13 она начала жить половой жизнью, через 2 года у неё рак, потому что агрессивные вирусы были, с очень высокой концентрацией были вирусы. И незрелая ещё система. Да, и вот сейчас мы эти раки видим, и сейчас у меня вот девочка, я её называю девочкой, ну, там 7 лет, 8 лет ребёнку. Для меня, конечно, это девочка ещё. Такая красивая девочка умирает у нас сейчас, потому что... 8 лет? Нет, я имею в виду ребёнку, её 7-8 лет. То есть, ну, просто она ещё... Ну, тут там 30 лет нет ещё. Вот ей ещё 30 лет нет. И она умирает сейчас от того, что у неё метастазы. А при раке шейки матки это нонсенс. Я тоже никогда не видела. То есть они долго мучительно умирают от хронической почечной, потому что с давлением идёт мочеточников, но от метастазов в кости, например, нет. Вот настолько всё поменялось, вообще всё поменялось в этой жизни. И этих случаев, когда наши девочки умирают до 30 лет от рака шейки матки, их всё больше и больше. Вот где статистику надо смотреть. И вы связываете это с ранним половином связи? Вирус папиллома человека, естественно. Очень агрессивный. И вот ты начинаешь смотреть. Сейчас у нас, слава богу, можно через федеральные лаборатории, вот у нас инвитер, сетилаб есть. Мы смотрим 21 тип с концентрацией сразу. Вот я им сразу предлагаю это делать. И, знаете, вот уже не удивляюсь, вот уже не удивляюсь, от пяти до семи вирусов у одного человека. При том, что будет девочка-то сидеть, которая, допустим, поступила, да, вот в высшую школу экономики, допустим, да, где-то учится в Питере, в Москве. Она во всём положительная, она хорошая девочка, всё. Но у неё семь вирусов. Ведь не сказали, что это вот тут прямо, я не знаю, бесконечное там, там один человек может заразить всем этими вирусами, носитель-то мужчина будет. То есть, и вот я тоже за голову хватаюсь, потому что мне безумно жалко этих девчонок. Они плачут, потому что она реально, и вот я верю, я всегда пациентам верю, что это единственный партнёр, например, половой. Единственный. И они о том, что беспорядочные, половые. Как вы говорите, что многое там. Нет, бывает и так, бывает и так. Я не говорю, что многое. Да, вот, и, конечно, да, и, да, а у мужчин, ну, как правило, очень сложно найти этот вирус, потому что он глубоко уходит. Мужчина, как правило, переносчик. Но вот буквально года 2-3 назад в статус-презенце я прочитала всё-таки информацию. Наши российские учёные делали исследования. И вот в простате, при раке простаты, нашли этот вирус папилломы. То есть всё-таки как бы есть ссылки, что он может давать. Ну, или вот у мужчин могут быть анальные кандиломы в области ануса. Вот они злокочислятся даже при шестёрке и одиннадцатом типе, когда у женщин это маловероятно. То есть говорить, что они совсем... Но это опять-таки я увижу пациента... Ну, я не увижу этого пациента, я вонка их видела уже с раком. Это тоже с очень низким иммунитетом. Давайте напомним эту историю. Ведь есть вакцина. И она есть, эта вакцина, она достаточно доступна. Её нужно прививать, насколько я помню, девочке два раза. И она даёт очень хорошие результаты. И в некоторых странах эта вакцина даже включена в график общий, да, вот этих вот самых прививок, которые... Там только шестнадцатый, восемнадцатый, во-первых. Что вы расшифровываете? Шестнадцатый, восемнадцатый – это тип вируса, да? Шестнадцатый, восемнадцатый – это тип вируса. Она небезопасная вакцина, и американцы в своё время давали работать, и у них есть эти исследования. В своё время, когда кандидатскую занималась по раку шейки, я читала переводные издания, на английском даже читала. Вот, у них были смертности от этих прививок, и самое парадоксальное, вот это, опять же, из мифов, но я, конечно, опять кощунственные вещи говорю, не в ногу со всеми, у них оказалось в исследованиях, что тем, кому сделали вакцинацию, заболели где-то на 30% больше раком шейки, чем тем, кому не сделали. То есть там... Что-то совершенно новое вы мне открываете. Да, нет, ну это... Эти исследования, если я занималась в 99-м году, представьте, сколько лет назад я читала это, 20 лет назад я читала эти исследования, но дело не в этом даже. Окей, кто-то прививает, кто-то не прививает, но рак может давать не 16-й только. Я вам говорила, там есть 31-й, 33-й, 35-й, 51-й. И вот те раки, которые сейчас идут, почему, кстати, их запускают ещё? Потому что в государственных клиниках оплачиваются только два вируса, 16-й, 18-й. Его не находят. И всё окей, никто ничего не лечит. Но когда ты начинаешь смотреть 21 тип, то ты видишь и 33-й, и 35-й, и 31-й. Я хочу вам сказать тоже по опыту вот этих 10 лет. Это ужасно. Вирусы, которые очень плохо лечатся. То есть 16-й мне проще вылечить теми препаратами, которые у нас есть, 18-й. А эти вирусы 3 года мы не можем лечить. То есть там вот такая штука серьёзная. То есть она такая... То есть она не спасёт. То есть вот я боюсь опять-таки, знаете, чего? Что вот сейчас мы скажем, давайте мы будем вакцинировать, и вас защитит от рака шейки матки. Но давайте не будем забывать, что есть ещё те вирусы, от которых нет вакцины. Ну давайте мы всё-таки... За 20 лет произошло очень много чего, и мы видим, что есть вакцины, которые созданы, действительно, 16-й, 18-й и 6-й, 11-й. 6-й, 11-й можно вообще было не делать. Но есть и 31-й, и 33-й, и 45-й, и 52-й, и 58-й, от которых тоже созданы вакцины, и успешно они сейчас применяются. У нас их в России нет. Вот. Вот вопрос-то в чём. В России нет. Но они созданы и успешно применяются на Западе. Пока у нас нет. С великолепными результатами. Вот тогда я поснижаю. С снижением риска заболеваемости на 96, 99, 77, соответственно, процентов. Вот эти бородавки, о которых вы говорили, в Австралии среди девочек возраста до 21 года вакцина снизила заболеваемость приблизительно 92%. То, о чём вы говорите. То есть вот она, современная вакцина, у которой нет. Её можно закупить и в платной клинике привить, но её нет в... У нас, как это называется, календаре обязательных... Да, нет. Регистрационного удостоверения нет. Я тут не могу вам сказать, можно ли... Во-первых, вакцины, они же определённо... Транспортировка должна быть, насколько я помню. Я, конечно, не буду врать. Но насколько вероятно её привести к нам, в Россию? Потому что, видите, сейчас, например, тоже насколько возможно... Да, есть такая история, а тем не менее... Что это же биологически как бы такая вещь. Вакцинация против вируса папилломы, это рутина практически. И хоть в Австралии, хоть в Бельгии, хоть в Ханаде, в Курик, хоть в Германии, хоть в Японии, хоть в Швеции, хоть в Испании, везде. Уже в школьную программу вакцинация включена. Но я как онколог смотрю статистику по раку шейки матки. Статистика в России по раку шейки матки и в Германии, в Австралии и в Соединённых Штатах одинакова. Вопрос. Почему? Хороший вопрос. И не только по этому раку. И когда вот мы сейчас активно живём... То есть у нас одинаковые цифры по раку шейки матки, но хотя там объём... Вот давайте про Австралию. Про Австралию я теперь знаю, потому что... Одна минута. А, есть. Потому что в Австралии, например, вообще делают раз в два года, а хотят раз в пять лет делать онкоцитологию. За это время можно умереть, естественно, от рака шейки. Я с этим абсолютно не согласна. Мы о чём говорим? Мы говорим о том, что... Надо отдельно, кстати, эту тему брать, особенно в связи с тем, что она сейчас активно муссируется. В Кировской области по поводу строительства в Мородыково нового объекта по раку и статистике. Но мы с вами уже говорили в нашей программе, что статистика во всём мире по раку стремительно растёт. И одинаково во всём. И абсолютно одинаково. Но главный вывод нашей программы, и ещё не один раз надо будет об этом говорить, всё-таки забота о здоровье ребёнка, о половом здоровье ребёнка и физически-психических аспектах связан с этим, это всё-таки забота в большой части родителей. И здесь очень важно, чтобы родители не отстранялись от этого вопроса, от этой проблемы, и не подсовывали интернет, сигнал о том, что программа наша заканчивается, и не подсовывали интернет в качестве просветителя. Потому что в интернете мы сами знаем, что находится. И для меня это большое разочарование, конечно, Гульнара, что до сих пор не приходят мамы с девочками, а папы с мальчиками на консультации к соответствующим врачам сами в тот момент, когда уже пора. А ведь нужно именно так и поступать. Ну, мы сами тогда нашими программами будем продолжать разговор об этом и просвещать и родителей, и детей. И я благодарю вас за то, что вы приходите. Напоминаю, что у нас в студии была Гульнара Касимова, главный врач клиники Возрождения. Клиника Возрождения находится по адресу Преображенская, 82-1. И это ближайшая просто к нашей студии, а вторая клиника находится... На Комсомольской, 63. Спасибо всем, хорошего здоровья. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.